Посылка от Фреда Каникулы подходили в концу, когда почтовый фургон доставил на ферму Джона Смита два огромных ящика, привязанных к крыше. Почтальонный кучер с трудом спустили ящики, подтащили к дому и, получив на чай, укатили. На крышках крупными буквами был написан адрес Джона Смита, а отправителем значился Альфред Каннинг из местечка Невил, штат Айова. — Это от племянника Фредди, — сказала миссис Анна. — Интересно, что может быть в таких больших ящиках? Наверное, фрукты. Только почему так много? — Мамочка! Там что-то шевелится, — заявила Энни, приложив ухо к стенке одного из ящиков. — Скажешь тоже. И все-таки слова дочери встревожили фермершу, и она обходила необычные посылки далеко стороной. Решили их не открывать до возвращения дяди Джона с поля. Для Энни, Тима и всех окрестных ребятишек, проведавших о происшествии, день тянулся бесконечно. Ребята уверяли, что из ящиков доносится шорох и постукивание. Интерес к странным посылкам возрос необычайно, но тут вернулся с поля дядя Джон. Вооружившись долотом и клещами, фермер начал распаковывать один из ящиков. Едва он приподнял крышку, изнутри раздалось звонкое ржание. Джон попятился, миссис Анна закрестилась, мальчишки и девчонки испустили восторженный вопль. — Там лошадка! — закричал трехлетний малютка Боб. — Не может быть! — отозвался фермер Джон. — Какая лошадь выдержит трехдневные заключения в этом гробу без воздуха и пищи? И однако, когда крышка упала, из ящика выкарабкался стройный гнедой мул, стукнул копытом об землю и снова заржал. — Святой Джон и все божьи угодники! — воскликнул ошеломленный фермер, хватая мула за уздечку, чтобы тот не убежал. — Уж не из волшебной ли страны это животное? Я дал бы в том клятву, если бы на крыше не стоял адрес Фреда Каннинга. Слова отца произвели необыкновенные впечатления на Энни. Она сразу почувствовала, что если ей суждено побывать в стране чудес, то средство к этому здесь, перед ее глазами. Фермер Джон напрасно искал в упаковочных стружках письмо от Фреда. Зато он нашел великолепное седло с мягкой подушкой и посеребренными стременами. Письмо нашлось в другом ящике, где оказался серый мул, ростом чуть поменьше первого. Было там и второе седло. Вот что писал Альфред Каннинг. — Дорогая сестренка Энни, твое желание попасть в волшебную страну так велико, что пришлось поломать голову и пойти тебе навстречу. Я работал целое лето и сделал этих механических мулов, которых посылаю тебе и твоему другу Тиму О'Келли. Чтение письма пришлось прервать, потому что Тим закричал во все горло и совершил такой прыжок через голову, какой едва ли удавалось сделать хотя бы одному мальчишке его лет. Когда Тима угомонили, фермер стал читать письмо дальше. — Эти мулы, — писал Альфред, — не нуждаются ни в пище, ни в воде, а энергию они получают от солнечных батарей, которые я вмонтировал им под кожу. А ведь солнца в великой пустыне хватает, и значит, не придется беспокоиться о том, что мулы остановятся на полдороги из-за недостатка корма. Далее в письме шли наставления о том, как управлять животными. В гриве каждого мула скрывался шпенек, движущийся взад-вперед. Если его сдвинуть назад до упора, это означало стоп. В среднем положении — умеренная рысь. А если передвинуть шпенек до переднего упора, мул поскачет голопом. Поворачивать животных вправо и влево было еще проще, стоило потянуть за уздечку. Альфред писал, что мулов достаточно держать на солнышке два-три часа в день. Во время езды в ясную погоду батареи заряжаются автоматически. Изобретатель сообщал, что во избежание неприятностей он послал мулов незаряженными. — А почему они ржали и сами вылезли из ящиков? — спросил Тимо Келли, для своего возраста недурно разбиравшиеся в механике. Фермер Джон задумался и скоро нашел объяснение. Видно, солнце так сильно нагревало стенки ящиков во время поездки, что этого оказалось достаточно для зарядки батареи, — решил он. — Но черт меня побери, выходит, что парень сделал необыкновенное изобретение. Да, как видно, на этих мулов можно положиться. — И смело отпустить нас с Тимом в волшебную страну, — весело подхватила Энни. — Ну, это мы еще посмотрим, — с притворной суровостью возразил отец. В конце письма Альфред сделал Энни и Тиму немаловажное предупреждение. Он советовал никому-никому не открывать во время путешествия тайну чудесных животных. Пусть все считают их обыкновенными животными, от которых они не отличаются по виду. Тогда будет меньше опасности, что кто-нибудь отнимет их у ребят. Фред, как видно, пребывает в полной уверенности, что Тим и Энни не сегодня-завтра двинутся в путь, — проворчал фермер. — А ведь скоро начнется учебный год. Тут, как ни странно, в защиту ребят выступила миссис Анна. — Эллия не один год пропустила, — молвила она, — а учится, дай бог, каждому. То, что она увидела и испытала, заменило нашей девочке годы и годы учения. — Так ты не боишься отпустить их одних в волшебную страну? — удивленно спросил Джон. Но его жена верила, что каждому на роду написана его участь и что от судьбы не уйдешь. — Можно из крыльца упасть и кости переломать, — заявила миссис Смит. — А другой из трех необыкновенных путешествий вернется целым и невредимым, как Элли. Кстати, сама Элли приехала на следующий день и оказалась самой ярой заступницей Тима и Энни. При таких сильных союзниках ребята победили. Даже родители Тимофея и О'Келли согласились отпустить мальчика. Решено было, что Энни и Тима отправятся в путь в первое же воскресенье, когда фермер Джон, свободный от работы, сможет проводить их хотя бы за двадесятка миль от дома. Элли была отмулов восхищением. — Вот бы нам с Татошкой такого скакуна, когда мы усталые тащились по дороге, вымощенный желтым кирпичом, — восклицала она. — Помнишь, Татошенька? — Татошка помнил. Он хорошо понимал, что его уже не возьмут в новое путешествие в волшебную страну, и примирился с этим. — Ничего не поделаешь, старость, — думал пес. — Пускай отправляется Артошка. Надо уступать дорогу молодым. Элли дала мулам имена. В последнем семестре она изучала древнюю историю и назвала Серого Цезарем, а Гнедова — Ганнибалом. Эти звучные имена очень понравились ребятишкам. — Просто повторюсь смертью до особычных做comm Reflexам, которым нужно совершить это позже. — Уч usted TRA atom. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует...